Мы разрезали многогранник парёром, сделали его связную развертку. То есть такую развертку, которая не разваливается на ходу. Это называется связная развертка. Связная развертка куба, это вот как это. Так, все время отрасли, видите, потому что клеили. Вот одна из связных разверток куба. Представим себе эту связную развертку, нарисованную на сети перекатывания. То есть у нас сеть перекатывания, это отпечатки всех этих граней. Значит, если я беру сеть перекатывания, то связная развертка располагается в её узлах. Точнее говоря, её вершины располагаются в узлах этой решётки. Для того, чтобы многогранник имел дискретную сеть перекатывания, нам, по крайней мере, необходимо, чтобы его связная развертка можно было разместить в вершинах правильной сети. Правильной квадратной сети или правильной треугольной сети. Ну и действительно, можно сюда доказать, что если связная развертка программина, можно расположить в вершинах некоторой правильной сети, квадратной или треугольной, то в него будет дискретная сеть перекатывания, в которой будет представляться более или менее упорядоченная сеть линий. То есть не обязательно вот такую правильную, потому что там могут быть ещё самые пересечения в этой сети, но и будет конечное число. Значит, тогда остается ответить на вопрос. Каким образом по виду многогранника определить, можно ли его связную развертку нарисовать, допустим, на квадратной сетке? Тот же самый вопрос можно поставить, допустим, к треугольнику. При каком условии треугольник можно расположить вершинами в вершинах некоторой квадратной сетки? В ответ два класса я возьму некоторую квадратную сетку, нарисую на ней какой-нибудь треугольник. Я нарисую треугольники, где-нибудь, допустим, возьму ещё один треугольник. Я знаю размер этой сетки, знаю, допустим, все треугольные треугольника и спрашиваю, можно ли, ну, например, для этого это простейший треугольник. Это, допустим, 3, 5 и 7. Со сторонами 3, 5 и 7. Это будет тупый угольный треугольник. Значит, можно ли его найти такую квадратную сетку, чтобы он лёг на неё вершинами в узлы? Есть ли какие-то гипотезы? Предположения, когда это можно сделать? Давайте посмотрим в случае прямоугольного треугольника. До самого простого вопроса. В каком случае прямоугольный треугольник можно расположить, чтобы все его превершины попали в нём треугольную сетку? Какое условие должно быть? Чтобы прямоугольный треугольник можно было расположить вершинами в узлах некоторой квадратной сетки, необходимо и достаточно, чтобы его, чтобы тангенс его острого угла был бы рационален. Например, допустим, треугольника 3, 5, 7, как можно посчитать, будет рациональная сетка. То есть его расположим в сетке. Это может оказаться следующим образом. Это утверждение. Вот у нас те, которые треугольник. То есть как показать, что у него, что его угло, рациональная тангенция. Вы тангенция суммы знаете, да? Сумма минус 1 поделит на произведение тангенции. Теперь что? У вот этого угла тангенс рациональный. Потому что я могу его продлить так, что он меня вот так продлить и вот и сюда. И теперь я вижу, что это угла рациональная тангенс. В отношении целого числа к целому числу. У этого угла тоже рациональный тангенс. Аналогичный образом. Значит, тангенс любого угла. Теугольник, расположенный выше на квадратной сетке, рациональный. Но тогда тангенс сумма по этой форме тоже будет рациональным числом. Как вы дроби не складываете, не умножаете, не делите, у вас с дробей получаются те же самые рациональные дроби. Ну и тогда можно сформулировать ту же самую теорему для многоугольника. Для того, чтобы многоугольник можно было расположить вершинами в узлах некоторой квадратной сетки, необходимо и достать, чтобы его можно было разбить на такие треугольники, у которых тангенс углов рациональный. И то же самое относительно расвертки. Для того, чтобы некую развертку можно было расположить вершинами в узлах некоторой правильной сетки, необходимо и достать, значит, квадратной сетки, необходимо и достать, чтобы все его грани можно было так расположить. А приступы расположения грани мы уже знаем. Значит, поэтому по виду каждого многогранника, вернее, зная его углы, зная его стороны и зная все его грани, можно определить, будет ли у него дискретная сеть перекатывания или не будет. Таким языком. Значит, мы таким образом классифицировали практически все многогранники мысливые. Участие из них будет непрерывная сеть перекатывания. Участие они будут дискретные. Причем дискретные они будут только у тех, у которых общий демизм всех ревизов равен либо 60, либо 90, либо 120 градусам. А среди них будут иметь дискретные сети перекатывания только те, чьи озвертки можно расположить вершиной в знак некоторой квадратной сетки. Ну вот, собственно говоря, вот это и есть такой общий очерк, максимально общий теория перекатывания. То есть мы по виду многогранника умеем строить его сеть. Это и есть как бы еще прочее решение данной задачи.